Винтики и болтики, ноутбуки и смартфоны, сложные устройства и 3D принтер – это далеко не весь перечень оборудования роболатории. Все пространство создано для того, чтобы ребенок, попадая сюда, полностью погружался в процесс и буквально через пару занятий мог уже самостоятельно программировать роботов. Ребятам, которые к нам ходят, хочется что-то делать постоянно своими руками, создавать, видеть результаты этого у себя в руках. Поэтому это востребовано и интересно. В течение учебного года в роболатории шли занятия, мастер-классы. Организаторы решили не терять время даром и организовать для детей летний отдых. Каждая смена длится неделю. За это время ребята учатся создавать разные элементы и постепенно наполняют умный дом. Сегодня у нас главное задание – сделать кухню для нашего умного 3D дома и напечатать ее на 3D принтере. В доме уже появилась первая мебель. Сейчас машина приступила к проектированию кухни. Конечно, нужно запастись терпением. 3D принтер работает не быстро. Примерно через 8 часов появятся две новенькие тумбочки. А пока машина старательно формирует основание будущей мебели. Дом надо наполнять мебелью, различными предметами интерьера, столами, стульями, диванами и так далее. И ребята под руководством наших специалистов разрабатывают 3D-модели наполнения этого дома, чтобы их распечатать и поместить в умный дом. Кстати, робототехникой увлекаются не только мальчишки. Девчонки стараются не отставать и наравне выполняют все задания преподавателя. Мне хочется научиться создавать роботов. Пока я ими только управляю. Я уже научилась моделировать. Мы моделировали стулья, стол и сейчас делаем ящики. Современные технические возможности позволяют воплощать в жизни самые смелые идеи. Именно поэтому дети тянутся к робототехнике. Они мечтают научиться создавать роботов. И это у них отлично получается. Ну, роботы – это будущее, это класс. Человек отдыхает и все остальное за него делают роботы. Ничего не надо делать. Они помогают. Например, к тебе вор заберется, а ты не узнаешь. А если робот рядом, то он сигнализацию поднимет и закроет все двери. В нашем районе особое внимание уделяется организации летнего отдыха практически во всех образовательных учреждениях. Открыты лагеря с дневным пребыванием детей. Многие ребята отправились на море. Все это сделано для того, чтобы мальчишки и девчонки как следует отдохнули перед новым учебным годом. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».